Школьные музеи становятся популярны как среди учеников, так и гостей региона. Для того, чтобы это направление успешно развивалось и дальше, необходима поддержка более опытных экспертов. Так, к премьеру, в Димитровграде создана Ассоциация школьных музеев, которая активно работает с региональным министерством искусства и культуры. Губернатор лично познакомился с экспозицией историко-краеведческого музея в лицей номер 25. Музей действительно заслуживает уважения и жителей города, и области, и России в целом, и даже зарубежных. Приходят? Приходят сюда и смотрят, и находят, и надушевляются, и пример берут, и опытом делятся с нами. После знакомства с музеем глава региона провел совещание с представителями министерств Ульяновской области. Поговорили о предстоящей модернизации культурных пространств. В этом году в школах региона работает 257 музеев. Такая положительная динамика, по словам губернатора, поможет молодежи лучше знать свою историю, учиться и познавать традиции родного края. Школьные музеи движения в любом случае разрастаются, кремль, ну и, конечно, развиваются. Это значит, что в работу музея уже сейчас увеличено сотни заинтересованных и нервно-душных людей. Мы прекрасно понимаем, уважаемые коллеги, друзья, что школьный музей – это некое такое, вы знаете, я образовал так, уникальное социокультурное пространство. Ну, просто уникальное. И его развитие в связи с этим – одна из главнейших наших с вами задач. Поговорили о развитии книжного пространства. В 2021 году в школе Ясной Ташлы Теренгульского района появится модальная библиотека. Для удобства читателей пространство будет разделено на отдельные зоны, а мультимедийное оборудование позволит повысить эффективность работы. Проект по созданию таких библиотек был разработан при поддержке Министерства искусства и культурной политики. Библиотеки преображаются. Основной принцип модельной библиотеки – что это? Это не отдельное помещение, это не какой-то конкрет, это не какой-то проект, понимаете. Это спектр возможностей, которые предоставляются всем желающим развивать свои творческие способности. Федеральная поддержка на развитие получена на конкурсной основе. Поэтому так важно продумать все детали и сделать проект максимально востребованным, отмечает Евгения Сидорова. Александра Никитина, Управда ТВ.